В музее-заповеднике Горки и Ленинске прошла традиционная встреча-семинар главы Ленинского муниципального района Олега Хромова с жителями. А часто ходите на подобные встречи? Всегда. И результат есть? Ну да, конечно, конечно. Вопросы можно было задавать как в письменной форме, так и в устной. Жители интересовали разные темы – ремонт подъездов, освещение на улицах, дорожная ситуация, здравоохранение, нелегальная застройка, льготы для пенсионеров и многое другое. Когда вернут нам льготы, по Москве проезд бесплатный, который нам отменили. Кроме Олега Хромова на встрече присутствовали заместители главы администрации Ленинского района, работники коммунальных служб, представители правоохранительных органов. Ни один из заданных вопросов не остался без внимания. Мы в индивидуальном порядке, как мы оказываем за счет средств бюджета помощи таким людям, готовы приобретать или компенсировать проезд, если это им необходимо, либо мы готовы приобретать проездной билет, если требуется. В 2016 году в поселении по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с жителями была реализована широкомасштабная программа преобразования бывшего военного городка Петровская, где на данный момент полностью благоустроены дворовые территории, многоквартирные застройки. Появилось новое уличное освещение, дороги, детские игровые и спортивные площадки, строится стадион, а также реконструируется инженерная инфраструктура. Мы должны построить стадион в сезон и качественно. Поэтому те работы, которые можно вести в зимний период, их возможно какие-то вести, там сейчас и по дорогу, и в нем их вод, все это можно вести. Также глава подчеркнул, что взял каждый заданный вопрос на личный контроль и все наказы граждан муниципальная власть выполнит в обязательном порядке. Как отмечают сами жители, в его словах сомневаться не приходится. И благодаря тому, что мы ходили по нашим похождениям, по жалобам, по обращениям, администрация района подала в суд. В планах главы района и впредь проводить с жителями муниципалитета подобные встречи. Как не раз уже высказывался Олег Хромов, власть должна быть максимально открытой для народа. Продолжение следует...